Доброе утро! И какие страны участвовали в этом году? Спасибо! Такой хороший вопрос для меня. Я хочу сказать, что это седьмой конкурс уже, седьмой, он ежегодный у нас. Он перерос уже в международный конкурс, и он проходит на базе именно Северно-Кавказской технологической академии, так как мы там имеем факультет дизайна и искусств. Этот конкурс, который сегодня, он получил еще более высокий статус. Он принят в Российской академии художеств, имеет реестр уже свой. Конкурс в Международный союз дизайнеров. И теперь они у нас являются также учредительным руководителем, как и Северно-Кавказская государственная технологическая академия. Вот мы три руководителя-учредителя. В этом конкурсе что нового у нас? У нас конкурс был жюри онлайн. Жюри стран международных, которые представляют свои коллекции. Они приняли участие и как члены жюри. Ну, я хочу сказать, мне такие странные, я даже, чтобы не сбиться, скажу. Соединенные Штаты Америки, Австралия, Китай, Индия, Турция, Армения, Болгария, Республика Беларусь. Скажите, а это дизайн одежды или не обязательно? Нет, у нас, значит, там есть номинация дизайна костюма. Он имеет четыре свои номинации. Потом имеет жилопись, рисунок, графика. Дизайнеры-средовики. Это интерьер, ландшафт, это экстерьер. Это люди в области дизайна, которые сегодня работают. И еще у нас декоративно-прикладное искусство присутствует в этом конкурсе. Мы даем возможность показать людям, чем они занимаются, даже хобби у кого-то есть. В общем, разные направления были показаны. Большое направление у нас. Ну и самое главное, что Россия в этом году принимает участие, большие очень города. Ну вот, то, что Москва ясна, в этом году Новый Екатеринбург у нас, Белгород. Вошел Краснодар, Анапа, Сочи, Ростов-на-Доно, Армавир, Таганрог, Набережные Черны. И перечислять все можно много. Я не говорю о республиках, которые сейчас вокруг нас, Северокавказские. Все приняли участие. Единственное, у нас в этом году Чеченская республика не приняла. Так все стопроцентно приняли. А есть ли определенная тематика вашего конкурса дизайнеров? Ну, я хочу сказать, тематика идет в номинациях. Есть и дизайн костюмов, там идет прита-порте, дебют. Там номинации, которые разделяются на все. Ну, хочу сказать, что премия-люкс идет, там много. А есть идет у нас дизайнер, это интерьер. Он отдельно идет в номинации. Интерьер. То есть интерьер, где мы окружаем, находимся, это проекты дизайнерские. Красивые, хорошие проекты, предложенные дизайнерами. Потом экстерьер, это внешний вид зданий. А ландшафтный зданий, это то, что нас окружает. Красота вокруг зданий и что они предлагают. Очень хорошие были проекты, очень серьезные, солидные. Самое интересное, победители. Кто победители? Давайте об этом поговорим. В каждой номинации имеются три победителя. Первое, второе, третье место. Я сейчас буду перечислять. Ну, давайте о нашей республике. Есть ли у нас победители? Я хочу сказать, 28 призовых мест в номинациях взяли наши, Карачаево-Черкесии, именно наша академия, наши студенты. Вот вы принесли такую яркую футболочку, да? Я знаю, что вы дарили такие футболки победителя. Да, очень приятно, я вам его подарю. Спасибо. Это Мингетау, наш код, и там наверху у нас есть наша Карачаево-Черкесская республика. Мы идем под патронажем Карачаево-Черкесии. Фаисийская академия художеств, Международный союз дизайн, значки. И наш значок нашей академии, вот, который, это международный конкурс. Я хочу вам еще, знаешь, мне бы хотелось интересовать, это победители получали. И вот такую тарелочку, которая с символикой идет, сувенирная, они тоже получали приз, как приз. Нам очень приятно, что глава республики курирует этот конкурс, поддерживает этот конкурс. Ни один год мы не остаемся без поддержки правительства. Спасибо большое, что этим утром вы были с нами. Процветание вашему конкурсу. Еще больших побед, еще больших участников. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Наша программа завершена. Доброго дня, отличного настроения. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!